Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире литературная программа «Планета Княжен», ведущая Любовь Горн. Мы продолжаем выпуск литературной программы «Планета Княжен» виртуальной студии. Для вас мы рассказываем о 14 томах Томской классики, об издании Томско-областной писательской организации. Сегодня мы обсуждаем произведение классика Томской литературы про Зайка Владимира Убручева. Постудентка второго курса Томского аграрного колледжа группы ТМ-220 Бубина Алины. Здравствуй, Алина! Здравствуйте! Классик Томской литературы Владимир Убручев в начале 20 века работал в Томском технологическом институте, который сейчас называется Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Алина, почему Владимир Афанасьевич покинул наш город в 1912 году? Я почитала немного о биографии Владимира Афанасьевича. Дело в том, что после революции 1905 года он был участником и даже возглавлял Томский комитет Конституционно-демократической партии. Томским чиновникам было неугодно, что человек с такими взглядами является деканом Томского университета. Но так как увольнять его было слишком радикально, они решили перевезти его в другой университет, где не было геологического направления. По этой причине обручев не мог там преподавать, так как у него не было соответствующего диплома. Ему пришлось заняться экспертизами, консультациями, и в это же время он увлекся литературой. И очень удачно. Его политические взгляды частично отражены в повести «На столбах» о приключениях молодой пары в Красноярске, которые совершали экстремальное восхождение на столбы. Как ты думаешь, Алина, почему первая часть повести называется «Богиня любви», а вторая часть — «Ангел смерти»? Оба эти названия олицетворяют главную героиню Варю. В первой части она предстает молодой богиней, полной любви и эмоций. Она любит своего избранника Антона и даже венчается с ним на столбах, которые невольно становятся свидетелями их союза. В брачной клятве возлюбленные говорят о том, что пусть лучше кто-то из них умрет, чем изменит родине. Это обещание сбылось. Во второй части повести Варя становится «Ангелом смерти», который, узнав о двойной игре своего мужа, сначала доносит, а после позволяет партии расправиться с ним. Происходит это на тех же красноярских столбах. На них все началось, на них и закончилось. Это история восхождения молодежи на столбы, которой посвящена повесть. Актуальна и в наши дни, так как в Томской области существует много людей, увлекающихся экстремальными видами спорта, многие из которых входят в Федерацию экстремального спорта в Томской области. В Томске много людей, которые увлекаются такими видами спорта. Тот же фартинг. В Неме над лагерным садом летом можно часто наблюдать за тем, как люди занимаются параглайдингом, летают в специальных машинах, если обобщить это слово, с парашютом. Альпинизм, прыжки с парашютом и бейс-джампинг. Наш тамич Евгений Ковалевский, президент Чеховских пятниц, увлекается экстремальным сплавом рафтингом. И на катамаране пересек Индийский океан. В эфире программы мы обсуждаем произведения писателя Владимира Опрчева. Владимир Афанасьевич много путешествовал, и главным образом для того, чтобы искать мастерождение полезных ископаемых. Он занимался этим профессионально и достиг выдающихся успехов в этой области. Поэтому в 1921 году его избрали профессором горной академии. В научно-фантастическом романе «Земля Санникова» Владимир Опрчев реализовал свои геологические фантазии. Что стало поводом для создания романа? Как я уже сказала, у Владимира Афанасьевича было много времени для написания различных произведений. И в этом романе, как мне кажется, он объединил свои геологические фантазии с романтичным сюжетом. И получилось замечательное произведение о затерянной земле. Своего рода Атлантида, которая находится за полярным кругом. Но в этой Атлантиде есть огромные залежи золота и, как мне кажется, различных вулканических горных пород. Так как земля находится на вулкане, поэтому Опрчеву и самому было интересно писать этот роман. Сюжет романа – это поезд таинственного острова в море Лаптик, на котором находился потусторонний мир предков древнего племени Анкелона. Какие приключения произошли с главными героями романа на загадочной земле Санникова? Путешествие главных героев началось с ледяной пустыни, в которой они чуть не погибли. И когда они попали на землю Санникова, было забавно то, что коренной народ принял их за шаманов, которые владели быстрым огнем – спичками. Антагонистом в этом произведении был местный шаман, который делал все возможное, чтобы остановить грядущие перемены. Так как с приходом людей из большой земли, технический прогресс которых шагнул куда дальше, перемены были неизбежны. В итоге так и произошло. Главные герои нашли заряжи золота, который Анкелоны считали происками злых духов, так как золото делало человека злым и алчным. Прозвучал выстрел. Вулкан после небольшого извержения и землетрясения перестал греть землю Санникова. Так она и канула в небытие, и лежит под толстыми снегами северных ветров. Только после смерти Обрычева в 1960-х годах выяснилось, что земля Санникова существовала, но состояла изо льда и грунта. Роман «Земля Санникова» был экранизирован. Мы посмотрели этот увлекательный, фантастический, добрый фильм. И предлагаем вам послушать песню «Сцена» томского барда Юрия Миргородского на его стихи в исполнении «Апт». Спасибо, Алина, что посетила нашу виртуальную студию. До свидания. До свидания. Как говорит писатель Сургута Никон Сачехин, детишки-сибиришки читайте книжки. Субтитры создавал DimaTorzok Закаты, рассветы, вопросы, ответы, любовь и отвал. И каждый как слышит, как дышит, так пишет жизнь в романе. И если же будет в сюжете и искуде, дождешься признание. И пьесу поставишь, и роль в ней сыграешь согласно призванию. И страх, и волнение исчезнут на время, твой выход, актер. В процессе развития, творец ты и зритель, актер, режиссер. И вопреки роли, как автор, ты волен, вот, не соминять. Учтя все детали, что будет в финале, не хочется знать. Теряешь, страдаешь и роли меняешь, выбирая себя. Светы, комплименты и сантименты важны для тебя. И ты, заигравшись, увлекшись, забравшись, себя потерял. Как птица в неволе, увы, в чужой роли всю жизнь проиграл. Что лучше меняться и прежним остаться, кто даст нам ответ. И что в твоей днести тебе интереснее, игра или сюжет. Что будет в финале, известно заранее, увы, или игры. В сезон безвременный, шепнешь ты со сценой и станешь другим. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Вячеслав Иванов, Игорь Новиков, Юрий Мергородский.